Йоу! Привет, народ! У нас, короче, новенький вложик. Пацаны съехались на фонтан, пока в скит-парк наш закрыт. Привет, Влад! Привет, Влад! Привет, Димон! У Димона новый байк-чек, кстати. Ну, как байк-чек, байк. А то будете поправлять меня, типа. Мы вас знаем. Да, мы вас знаем. И забрал он его с велозавра. Как раз велозавр один только, да? Там один бейм был у них. И тогда посоветовались ребята с велозавра со мной, какой им байм покупать. Я им посоветовал вот этот. И, по сути, его посоветовал для них. Купил Димон. Он у них там простоял, наверное, сколько? Полгода, да? Он у них стоял, походу, мне кажется. Да, да. Я его еще где-то с зимой, с вкусной видел. Давненько он там у них был. Не, вообще, обалденно. Мне вот больше всего его расцветка нравится. Вот ни у кого просто такой расцветка. Это называется, просто рядом проезжал, бахнула банка с краской. С краской, и все полетело. Все полетело на велик. Да. Вообще, смотрите, друзья. Ярко. Вот, кстати, вот это мне нравится. Если был бы просто кислотно-зеленый, не так. А вот с вот этим очень оригинально, круто. И, народ, я, кстати, проехался на этом байке. Очень удобный байк. Вот, по сути, то же самое, что и у меня. Правда, у меня туда тысяч, не знаю, намного, короче. Это, а у Димона подешевле. Ну, вот именно все запчасти тут идут. Кромолебденовая, правильно? Конечно. Все на промо-пошипнике. Интегрированная рулевая. Топ-кэп. Топ-лот. Да, по сути... Пилота уже в комплике идет. Плай, этот, подсидельный штырь, пластик, да? Да, пластик. Но главное, что сидуха не комбо, как обычно, в том плитах. Уже пилота идет. Промо-пошипники. Звезда алюминиевая уже, не сталь обычная, как в компликтах, уже алюминий. Шеститысячный, да, вроде? Да. Вроде. Ну, промо-пошипники везде, втулка передняя уже на болтах. Не на оське, а на болтах. Да, кстати, вот это, знаешь, что понравилось? То, что под восьмой, да, шестигранник. Удобно, потому что... Уже сделано не только под головку, а и под шестигранник. Я не видел, кстати, что под восьмой именно были эти болты. Под шестой, да. Ну, тонкий мне неудобно. Мне всегда казалось, что он сломается, знаешь, если надавить на него. В принципе, я так думаю, понимаю, что с шестым шестигранником и не предназначено затягивать. Это просто предназначено контргайдить или подержать, чтобы не прокручивалось. Я так понимаю. Ну, от восьмым уже можно и затянуть. Да, от восьмого уже довольно толстый шестигранник можно затянуть. Ничего с ним не будет. Так у тебя, кстати, шатуны не раскручиваются, не? Я их затянул, протянул хорошо. А, ну если Димон затянул, протянул, значит, не раскрутятся. Никогда не это громко сказано, но... Ну, сами понимаете, что после магазина нужно всегда протянуть все узлы, все болты, все проверить, настроить, просмотреть. Смазать. Смазать, конечно. Это само собой. Ну, байк, пушка вообще. Еще и две косыночки. Да, сверху. Их, кстати, не видно так сразу. Да, да, я тоже не заметил, кстати. Вот вторая снизу. Ну, вторая. Ну, все как у людей просто. Вот у тебя когда-то был кастом байк. Вот скажи, сильно отличается или даже этот удобнее, чем тот по ощущениям? Или как? этот, во-первых, удобнее тем, что он лучше дергается и он легче. Он реально намного легче. Тут байк у меня был где-то 12800, почти 13 кг. Ну, я тогда за весом особо не гонялся, поэтому мне надо было максимальная прочность. Поэтому 13 кг, ну, блин, это как бы немножко много. Этот по паспорту весит 10800, плюс я снял тормоза. Сейчас он где-то 10,5 будет. Вообще огонь. 10,5 довольно лайтово уже. Мне кажется, он по весу будет таким же самым, как у меня. Я себе еще покрышки 240 поставлю БСД до настрит. А что, ты моментов себе не захотел? Не, не хочу, не знаю. Хочу цветные, честно, хочу цветные. А моментов уже есть с белым кордом и бежевым. Димон, я не знаю, в чем прикол. Когда-то райдер, который сел в Украине, Артем Прокопенко, он вроде бы куда-то переехал, но я запомнил четко, не помню, в каком году был контест. В 2012. Да, наверное, в 2012 году. В 2012 году на открытии скейтпарка нашего. Да, и он приезжал тогда, у него был байк Вест Федерал и вилка была такая же Прима Стренд. И у него стояли покрышки, моментумы, спереди было 2,35, короче, 2,20, да, и это, и я запомнил четко то, что у него просто покра не влазило в эту вилку. Понял, он ее отодвигал еще назад немножко. Но мне как-то стремновато, то, что я себе куплю покрышки, моментумы, у меня не это, будут широкие. У меня сколько перед ней, 2,10? 2,20. 2,20, я думаю, 2,35. Влезут, думаешь? вот тут по ширине именно, по самим ногам, я думаю, влезем, потому что тут у меня почти палец за вами. А по высоте? А по высоте? А по высоте, у тебя, смотри, тут вообще миллиметры, смотри. Вот такая влазит в меня вот эта, вот эта. Ну может быть такое, что это влезет, а моментум она выше. Моментумы, дело в том, что там, несмотря на то, что пишут 2,35, фактически у нее где-то 2,45 размер. Потому что там она реально даже 2,35, она очень широкая. Вот у меня 2,4 стоят сейчас по крышке, моментумы еще шире них. Моментумы 2,35, но по факту они шире. Потому что я когда катался на моментумах, у меня по ногам вилки реально спички только влазили. Вот тут по ногам, по бокам. И сверху тут даже палец не провалил. Просто в такую притирочку шло все. Кстати, мы с Димоном заметили, то, что покрышки похожи на покры... Мэрит, Мэрит, да, Брайан Фостер. Они там F1 называют. Типа, спеши так само, только чуть-чуть сделать личи. Да. Или как там в меме говорится. Давайте я картинку прикреплю, и вы посмотрите. Спеши так само, ну, в общем, вы поняли, посмотрим картинку. Гляните, в чем разница. Ну и давай по байку дальше пройдемся, посмотрим. Рама, ростовка рамы тут какая, 20-75, да? 20-75, 21. Ну, по факту, в магазине было написано, что ростовка 20-25. Ну, реально, это не 20-25. Она длинная для 20-25. Да, да, да. То есть, я так понимаю, что они либо неправильно указали, либо сами указали неправильно, либо по ошибке прислали другую байку. Ну, мне наоборот, это еще. Ростовка хорошая вроде бы. Ростовка, то, что нужно. И даже, это, у тебя еще место есть, ты не хочешь подвигать потом? Зачем? У меня цепка будет провисать. А, понял. А если укоротить цепь, чтобы байк стал короче, чтобы тебе было легче на градусы? Или... Зачем нам надо? Это такие нюансы, да, никогда не заморачиваться? Цепка порвется, она сама укоротится, и все нормально будет. Я тоже раньше не заморачивался, и сейчас не заморачиваюсь, у меня не в притык колесо стоит даже. Ватом 3 миллиметра, я думаю, это уже. Потом, что еще? Педальки ты уже поменял на другие, да? поставил генч. Ну, тут ошли педали, изначально, не очень такие. Нет, пластиковые, стольные. Тормователь? Нет, не тормователь. Это просто ты докупил, чтобы они были под цвет, да, еще более? просто поставил под цвет, и потому что, на его родных педалях, там не было микронасечки, вот этой вот на педалах. Да, да, там были, она важна, кстати, да. Были только вот эти здоровые шипы, и все, вот этой вот микронасечки не было, они просто гладкие. А, просто такая гладкая, Да, Это фигура. Как Одиссея и Твистеды, там только крупные шипы, мелкие, микронасечки нету. Ну, блин, это вообще не камерфо, ребята. Да, я знаю, мне тоже не нравится. Я тогда же и пересел с этих... 2-3 шипа стерлись, и у тебя уже пол ноги люфтит. Сидушечка, кстати, нормальная обшивка, да? Такая, типа, дермантина. такая, меру мягкая, но и такая, не прям пластилин. Типа, дермантина, или кожзамужек, не знаю. Не, такая нормальная. Потом втулочка, а, кстати, насчет втулки, смотри, как раньше у Столана была, типа, втулка, можно переключать на фрикостер. Не, не, это только кассета. Не такая? Обычная кассета, на промпорт шипе, все как положено. Обода, это, я что-то думаю, это, допустим, как Столана револьвер, только переобновленная, мега. Да, я тоже об этом подумал. Это, вообще, это обода, где-то наклейка, ну, все. Это, типа, обода Столин Рампейдж, но я смотрю по внешнему рисунку, похоже на револьверы, но только на револьверах вот тут еще и спереди идут ребра жесткости, а здесь они такие более скраденые, гладкие, сглаженные. Ну, я так по виду смотрю, обода такие добротные, типа, думаю. Посмотрим, я надеюсь, что да. Ну, в принципе, на револьверах я тоже неплохо так откатался, пока не крякнули. Я думаю, на этих я тоже неплохо откатаюсь. Рулет тут стилевый, смотрите, вот, четырехэлементный. Да, 9-5 задъем. Грибсы, кстати, я удивился, я думал, что грибсы ты уже докупал, потому что вообще, слушайте. Ну, радует, меня, кстати, порадовало, что грибсы именно такие поставили, потому что обычно на Столин Комплит ставят Столин Мани грибсы. Посмотрите, загуглите, Столин Мани. Это просто, ну, но мне не нравились, они еще сильно такие, какие-то толстые были. у них еще тут по концам толщины такие же. Мне не понравилось, я на них катался, мне не понравилось. Раньше, помнишь, раньше, по сути, только из выбора грибс, что было? Приму Кори Мартинес были когда-то. Столин, вот эти были. Столин были, да, и больше ничего не было. Помнишь, раньше, оди, это сколько, лет 7 назад, где-то, были по 110 гривен, тогда, вообще, обалденно было, да. Даже в Соди тогда шел фирменный брелочек. Да, блин, это классно было. Это, по-моему, на ключах, даже он есть. Не помню. И счастье-то, нет. На рабочих ключах. Там звездочка такая была, с резиной сделана. Да, у них звездочка была, и еще просто там была Оди надпись, Еще иногда бывало, то, что приходили грипсы, когда уже позже мы заказывали, было такое, что приходит грипсы, брелок есть, а вот этого колечка под Баренда и нет. Колечко с коммунизмом, походу. Прикольно, тут смотрел этот, банан нарисован, monkey bars. Прикольно. Монки бар. Выбег, какой у вилки, или метров два. Я думаю, где-то двадцать, мне кажется, тут что-то уже продумано. Спят, наверное, где-то. Не, байк вообще прикольный. Хоть и комплит, но зато вы взяли, купили, он тебе обошелся в тринадцать, в тринадцать тысяч, да. Димон сейчас поделает на нем несколько трючков, посмотрите. Ну, я такого мяса наваливать не буду, потому что я на БЭМе больше года не катался. Да, этого на МТБ катался. Как раз Димон повспоминает что-то с трюканов. Я, может, прокатнусь пару трючков, сделаю таких легеньких. О, ничего не пишут. Просто написано вилка, хромолевая сталь, хромовая, и все. Вот, смотрите, описание, байка. Ну, че ты там? Пару трючков сделаю. Поделаешь трючки, любитель слайдов, фейки. Фрикостера нету. Да, правда, Димон привык все время кататься на фрикостере, а сейчас пока что немножечко он чувствует себя как не в своей тарелке, да, без фрикостера. кстати, Димона, че ты без пи? Не шли в комплекте? Я тоже наехал на шо-то. А вы думали, я на кассете не могу кататься? Мама, кто знает, мы с Димоном участвовали в конкурсе байкстафа. Да, мы проезжали. И сколько тогда? Ты-то дотянул, ты проехал на минуту или больше минуты, больше минуты. А я проехал на 2 минуты тоже с копейками. Поизвание, ты допомнил второе место еще. Да, тебе футболку прислали. Да, в ТПшную. А паренек меня обогнал, короче, на фрикостере он вытянул на 5 секунд, на 7 секунд, больше ему прислали в звезду. Ну, звезда там вроде была. Помниш, шадал такая с вороном, очень тонкая. Она еще у всех лопавая. Ну, что, Димон, давай, может, я возьму оседлаю твой байк и поделаю несколько крючков на нем. Правда, я не в той обуви, если дня, то вонсапно немножечко не тех, типа. Надо отмазываться. Хорошо. А ты пересаживайся пока на мой взгляд. Да, я присаживаюсь на Димона и, в общем-то, я поехал домой, ну ладно. давай еще раз. На тебя сделаю. Хорошо. Вот знаешь, нету такого, что я взял байк и пипец как непривычно. Есть другое, то, что у тебя руль выставлен чуть-чуть вперед, немножко вроде. Я всегда так катался чуть-чуть вперед. Да, да, да. И это мне немножко непривычно, а так, в целом, байк хорош, можно рекомендовать, можно советовать, да? Я думаю, да. Ну, для среднего уровня понятно, что для мясников не пойдет. Это пипец. Да. Проект. У меня есть один, крышка. В году У меня есть один. У меня есть один. Я знаю, Я не знаю, он. И правда, друзья, удобный байк, можно рекомендовать, советовать. Димон, поздравляю тебя еще раз с таким байком. Реально. Мне этот неплохо нравится. Крутецкий. Очень крутецкий. Димон, кстати, все болты поставил у Слик. Он вообще по у Слику заезжает. Да, кстати, смотрите. А так вот байкс. Вообще, темка, темка, кстати. Видосик мы с тобой засняли. Я рад, что у тебя появился такой бэймик. Они меня просто задолбали, они МТБ обзывали трамваем, вы представляете? МТБ обзывали трамваем. В общем... Отмазывается, что они шутили. Шутили? Я вас запомню, я вас буду в байк наказывать, как сидоровых коз. Поставлю только фрикост или пень. И пень, да, и все. Будет разнос. Короче, друзья, вот такой вот был видосик. Засняли байкчек Димона. Правда, как байкчек? Это комплит, но все-таки он очень довольно-таки хороший. Я хотел вам это показать. Так что, друзья, не забываем ставить... За лайки. Ой, лайки. За лайки. За лайки. Дизлайки. Проявляйте комментарии обязательно, кстати, пишите. И проявляйте любую активность. Даже если это дизлайк, это тоже хорошо, потому что YouTube подсчитывает это все и продвигает мои видео в рекомендации. Да, да. Так что... Что? В принципе, все? Все? Да? Да. Друзья, всем хорошего настроения. До новых встреч тогда. И ждите новое видео. Все. Пока! 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 Пока!